Для Факела, потерпевшего 4 поражения в 5 матчах, домашняя встреча с соседом по турниру на таблице Красноярским Енисеем была сродни Кубковой. У сибиряков, набравших лишь на 1 очко больше и потерпевших перед поездкой в Воронеж сокрушительное поражение дома 0-4 от Спартака 2, ситуация была не лучше. И если Факел новичок профессиональной футбольной лиги, то красноярцы входят в десятку лучших команд под элитного дивизиона российского футбола. Все решил настрой игроков и внутренняя самодисциплина в команде. Гости жестко придерживались тренерских установок, играли в 5 защитников, из них 3 центрально, но и при этом успевали нас переигрывать в самом уязвимом месте сине-белых, это в полузащите. Правда, был один сомнительный с точки решения главного судьи момент, когда мяч попал в руку игроку Енисея в штрафной площадке, а арбитр сделал вид, что не заметил этого. Большинство подборов мячей осталось за сибиряками, и они не давали проявить себя форвардам воронежцев, которые не проявляли должной агрессивности. Более того, Енисей был близок к открытию счета на 37-й минуте, когда Егор Иванов хлестко пробил по нашим воротам и Александр Саутин выручил партнеров. Первый тайм так и закончился нулевой ничьей. Вторую половину игры воронежцы начали активно, но реальных угроз воротам сибиряков не было. А вот гости после розыгрыша углового на 59-й минуте открыли счет, и сделал это впервые в сезоне восьмой номер красноярцев Владимир Лишинок. Примечательно, что он вышел на замену за минуту до фортового удара. Как бы соавтором этой неудачи стал наш полузащитник Николай Желяев, который должен был помешать сибиряку ударить по воротам, а он лишь провожал мяч глазами, потеряв своего подопечного на убойной позиции. До 75-й минуты воронежцы не смогли оправиться от пропущенного мяча и позволяли гостям уверенно контролировать ход матча. Лишь последние 15 минут синие-белые смогли организовать достаточно мощное давление на ворота соперника. У наших футболистов было немало полумоментов, которые они так и не смогли превратить в забитые мячи. На 77-й минуте в сутолоке у ворот был шанс у Антона Заболотного, а через пару минут не использовал возможность для результативной атаки Виталий Шахов. Гости дружно оборонялись, играли самоотверженно и заработали трудовые три очка на выезде. Они заметно улучшили свое турнирное положение, вновь отправив факел в подвал турнирной таблицы. Разъяренные болельщики не сдерживали свои эмоции. Сначала я бы хотел сказать, что приятно окунуться в футбольную атмосферу, где много болельщиков на стадионе, где хорошее поле. И где есть нерв по поводу результата, всем нужны очки, я понимаю, и вашей команде, и нашей. К счастью, все сложилось так, как мы планировали. Это тот момент, когда тренерская мысль в теории совпадает с исполнительским мастерством игроков в практике. Вот у нас была стратегия на этот матч, которая позволила нам сегодня победить. При приятном территориальном и игровом преимуществе проигрывать игры очень обидно. Мне неприятно, я извиняюсь перед болельщиками, от себя, от лица команды, все. Но то, что ребята старались и хотели добиться положительного результата, не вызывает сомнений. Не вызывает сомнений. Но футбол, к сожалению, бывает не всегда логичен, владея таким преимуществом. То, что мы немножко в тактическом плане неправильно сыграли, понимая то, что я задание давал, понимая то, что команда Енисея играла в пять защитников с тремя центральными, я просил ребят максимально перевести игру во фланги. И за счет фланговых проходов, за счет прострелов, здесь должны были создавать предпосылки для взятия ворот. Это показало начало игры, когда был хороший момент с проходом Рылова из прострельной передачи. В первом тайме, к сожалению, не смогли завершить. А так, при такой скучной обороне взломать очень сложно. Ну, в конце уже там пошли длинные передачи, потому что дефицит времени был. Но я говорю еще раз, что поражение никак команда не заслуживала сегодня. По отношению, по отдаче, по всему, никак не заслуживала. Поэтому вдвойне обидно за ребят, за то, что проделал в таких условиях огромную работу. Все и свелось на один удар, один момент невыполнения, элементарно невыполнение тех заданий, которые были даны. Я не хочу всех все повесить на одного игрока, но конкретно было сказано, кто работает на подборе при стандартных положениях у наших ворот в центральной зоне. К великому сожалению, Коля не доработал, Жиряев. Мы один удар в сторону ворот, и команда проигрывает 1-0. Это очень обидно. Продолжение следует...